Многочисленные жалобы на состояние детской площадки в адрес членов общественной палаты поступают от жителей Жуковского проезда 9. За их домом в парке Сосинки находится игровая зона, которая пользуется большой популярностью. Поэтому она больше остальных нуждается в ремонте. Прорезиненное покрытие в некоторых местах изношено, игровые элементы сильно расшатаны. В принципе, в целом, в удовлетворительном состоянии площадка, она, конечно, не новая, требует ремонта частично. Качели у нас на гибкость цепки, на цепи, как положено. Да, кое-что где-то окраски требуется. Вот я бы на лавочке заменила вот эти доски, которые треснуты, да, чтобы не было занос, ну, хотя они окрашены. Ну и привела в порядок близлежащую территорию, то есть это газоны, траву. В парке Сосинки недалеко от этой детской площадки находится еще одна для детей помладше. Ее установили совсем недавно. Сейчас обе игровые зоны ограждены предупреждающей лентой, так как из-за педагогической обстановки в парках детские площадки посещать временно запрещено. Общественников приятно удивило. Несмотря на то, что микрорайон достаточно старый, к благоустройству здесь относятся все-таки ответственно. А это достаточно современный микрорайон, однако эта детская площадка – одна из самых печальных во всем городе Видное. Дому, за которым она стоит более 13 лет, это Ольховая-2. Площадка пользуется большой популярностью у местных ребятишек, но стоит она здесь с приемки. Все обветшало и находится в плохом состоянии, ни о каком прорезиненном покрытии и речи не может быть. При всем при этом менять ее, кажется, никто не собирается, по крайней мере, в ближайшее время. Земля никому не принадлежит, то есть она не передана ни в муниципалитет, никому. То есть мы не можем никому даже предъявить претензии. Страдают дети, жители обращаются к нам, чтобы передали данную площадку, которую мы видим, что она в очень плачевном состоянии, где необходимо провести определенный комплекс мероприятий. Тщательную проверку игровых зон членообщественной палаты Ленинского городского округа начали еще на прошлой неделе. Работы проходят в рамках программы Министерства благоустройства Московской области. Все замечания фиксируются в специальном приложении. На сегодняшний день проэкспектировано более ста объектов в разных уголках муниципалитета. По результатам были выявлены определенные замечания, которые напрямую идут в Министерство благоустройства. То есть еще один момент для того, чтобы житель мог повлиять на качество жизни непосредственно своего дома. В целом могу сказать, что площадки имеют замечания, но исправимые, которые в любом случае связаны с культурой поведения как детей, так и родителей, которые позволяют своим детям ломать игровые комплексы. Потому что чаще всего налицо случаи вандализма, которые чаще всего проявляются поломанные элементы. Наглядный тому пример – совсем новая детская площадка на проспекте Ленинского комсомола 74. К сожалению, здесь дети уже успели разрисовать некоторые игровые элементы. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.